В этом уроке мы сделаем обзор онлайн-сервисов, с помощью которых можно проводить анализ вашего сайта. Для чего это нужно? Это нужно в первую очередь для того, чтобы наблюдать за правильным продвижением вашего сайта. И если у вас возникнут какие-то ошибки, то вовремя предпринять необходимые меры, для того, чтобы не попасть в бан, в песочницу и так далее. Также мы сможем с легкостью определять положение ваших страниц, проиндексированные страницы, количество обратных ссылок. Одним словом, вы будете держать всегда кнопку на пульсе и видеть всегда, как продвигается ваш сайт. На самом деле в интернете существует достаточно большое количество сервисов. Я сделаю обзор нескольких похожих сервисов, которые наиболее, на мой взгляд, популярны и наиболее адекватно отображают данные по сайтам. Первый онлайн-сервис, с которым я хочу вас познакомить, он делает возможность сделать анализ полностью вашей страницы. Это один из важнейших инструментов оптимизации и продвижения вашего сайта. Все зависит от того, как правильно вы подготовите свою страницу. Данный сервис мы разбирали уже при оптимизации наших страниц и подборе ключевых слов. А что я предлагаю? Я предлагаю на примере своего сайта, вы на примере своего, идете, копируете главную страницу из браузера вашего сайта. И переходите на данный сервис. Что вам здесь остается? Вам остается сюда перейти в окошечко и ввести свое имя. И нажать кнопочку вперед, go. А после этого сервис построит вам все необходимое для вашего анализа. И здесь вы сможете просматривать ваши тайтлы, описание, релевантность и многое-многое чего другого. Данный сервис, напоминаю, мы разбирали в одном из уроков. Итак, предлагаю перейти дальше, ко второму сервису. Второй сервис, который я вам хочу предложить, называется webmaster.ru. Данный сервис, немного более расширенный. Здесь можете посмотреть гораздо больше всяких штучек предоставляет. Это экспресс-анализ сайта, проверка обратных ссылок, очень интересная штука. Определение позиций вашего сайта. Для этого вы должны, наверное, знать ключевые слова, по которым продвигаетесь. Немаловажно проверка наличия ссылок. Определение page rank. Тут массовое, между прочим, можно сделать определение. Определение, массовый анализ, проверка склейки. Это немаловажно проверять на склеиваемость ваших ссылок, чтобы не склеивали ссылки. Напомню, мы делаем для этого множество-множество тысячи различных описаний. Предлагаю посмотреть, как работает данный сервис. Вставляем сюда. Здесь в конце уберем флешек. Смотрите, так как тут впереди уже идет HTTP, поэтому мы здесь должны оставить чисто адрес домена. И нажать на кнопочку. Поехали. Ждем немножечко. Сервис нам дает экспресс-анализ вашего сайта. Из этого анализа мы уже можем, смотрите, сделать определенные выводы. Смотрите, данный сайт мой уже имеет Яндекс.Популярности, так называемый TITS. Уже десяточка, да. Здесь можем посмотреть, нет его в наличии в каталогах. Здесь можно нажать на ссылочку и просмотреть проиндексированные страницы. Откроется в новой вкладочке. В общем, достаточно интересно. Теперь вот тут такая штука, смотрите, на этом сервисе есть. Топ запросов по трафику Google. Здесь идет анализ уже по трафику Google, да. И посмотрите, на каких позициях стоял мой сайт в Google, да. По слову Яндекс главное на девятой позиции, создать сайт на народ на восьмой позиции, создать сайт на одиннадцатой. Ну, одним словом, неплохо, стоял в топе. Здесь можно просмотреть полный отчет. Так, тут я не могу понять, что это за отчет и что он нам дает. Посещаемость. Ну, данный счетчик у меня просто на сайте не установлен. От Live Internet. Если у вас данный счетчик будет установлен от Live Internet, то здесь вы увидите построение, посещаемость графика. По секрету скажу, у меня стоит совершенно другой счетчик от OpenStat. Так, ну, здесь, смотрите, можем проанализировать внутренние ссылки, да, и внешние ссылки, на кого ссылается мой сайт. Прекрасный сервис, мне он очень нравится. Здесь очень много различных дополнительных фишек и функций. Следующий сервис, который мы разберем, это prcu.ru. Тоже очень интересный сервис. Причем здесь вы можете на этом сайте провести регистрацию. И смотрите, что вы получите от этого. У вас будет личный кабинет, в который вы сможете добавить все свои сайты. И вдобавок вы в своем профиле можете сюда добавить ссылку на свой любимый сайт, к примеру, да. И получить уже обратную ссылку с профилей. Это очень прекрасно. Так, вернемся на сервис. Я не буду показывать свои сайты. Все, ну, поверьте, здесь очень интересно зарегистрироваться и добавить все сайты. И сразу в админ панели вашей вы сможете увидеть их. Смотрите, вот сразу идет анализ, экспресс-анализ моего сайта. И на логично предыдущему сервису данный сервис выдает все необходимое. Здесь вы можете просмотреть много-много полезной информации. Например, какие ссылки, сколько на вас ссылаются. Вот здесь можете нажать в новом окошечке. Откроется и покажет вам статистика. Я нажал на статистику от Яндекса. Посмотреть количество обратных ссылок на мой сайт. Ну, я думаю, здесь вы сможете разобраться с этим сервисом. На самом деле сервис продвинутый. И тоже очень много-много штучек. У него всяких интересных. Есть похожий аналогичному первому сервису. Второму, извиняюсь. А следующий сервис, который я вам хочу показать, это bename.ru. Тоже один из интереснейших сервисов. Здесь можно посмотреть. Отсюда взять даже информеры поставить к себе на сайте, если вы хотите показывать вашу популярность у себя на сайте. Дальше. Ну, смотрите, тут проверка доменов, шифрование, подсчет длины текста, определение стоимости ссылок. Ну, это для того, чтобы сервис удобен, наверное, тем, кто будет продавать ссылки со своего сайта за деньги через сервисы. Здесь такая штука есть. Анализ сайтов и доменов. Жмем на нее. И здесь можно будет ввести адрес вашего домена и получить полную статистику по вашему сайту. Предыдущий сервис открыл мне количество обратных ссылок. И мы можем сделать определенный вывод. На данный мой сайт уже в интернете стоит 845 ссылок. Достаточно неплохая картина. И можем просмотреть уже, да, вот анализ конкретно, с каких сайтов идут ссылки на мой сайт. Да, вот как я и говорил, в bname.ru сервис открылся. Открылась у нас страничка для вставки сюда нашего адреса, наш домен. И жмем, ждем анализ. На самом деле, работа оптимизатора кропотливая. Необходимо собирать очень много информации, проводить долгое время за статистикой, чтобы иногда определить полную картину продвигаемости вашего сайта. Но я думаю, все вот эти сервисы, которые я вам покажу, они помогут вам и облегчат вам жизнь в просмотре статистики по вашим сайтам. Так, ну что-то здесь очень долго. Давайте пока перейдем к следующему сервису. Следующий сервис, который я вам хочу показать, это b1.ru. Все сервисы, о которых я рассказываю, они примерно похожи и отличаются немножко разными разработанными скриптами. Поэтому у какого-то сервиса какие-то фишки более интересные, чем у другого. Ну, в общем-то, как бы, общий анализ сайта, они делают примерно одинаково. Также здесь опускаемся, находим окошечко для введения вашего адреса. Нажимаем на кнопочку и ждем анализов. Все, что нам остается, это немножечко подождать, и мы получим расширенный анализ от сервиса b1.ru. Ну, можем вернуться на предыдущий сервис и посмотрим, он нам уже сделал статистику. Как мы видим, статистика наша. Так. Вот смотрите, здесь, здесь данный скрипт данного онлайн-сервиса выдает, смотрите, похожие сайты, близкие по тематике. Да, замечательно. Это бывает очень классно, провести анализ чужих конкурирующих сайтов, сделать определенные выводы, взять от них самое лучшее, и тем самым просто обойти их на марафоне выдачи. Так, желаю успеха при анализах. Так, и тот сервис тоже нам сделал анализ. Ну, вот смотрите, на страничке у меня один, одна ссылка запрещенная к индексированию. Далее, наиболее часто встречаемые слова. Вот смотрите, здесь данный сервис, наверное, очень удобно тем использовать, кто хочет посмотреть релевантность своих слов ключевых. Сайт, народ, Яндекс, сделать. Время, конструктор, обучение. Вот это те главные слова, по которым продвигается мой сайт. Великолепно. Что нам может показать? По словосочетаниям еще, смотрите, кодировку показывает. Но это уже тут не совсем интересные параметры. Интересные параметры у нас вот здесь. Проиндексированные страницы Яндексом, Рамблером, Аппортом, Гуглом. Ну, в большинстве случаев достаточно посмотреть Яндекс и заглянуть на Гугл. Отпоминаю вам, Гугл дает более релевантную выдачу. Хоть он и ведет меньше посетителя на сайт к вам, но этот посетитель более целевой. У Яндекса все же пролетают непонятные посетители, которые просто заходят, включаются на ваш сайт и тут же убегают. Откуда они берутся, я сам иногда не могу понять. Ну, Яндекс ведет все-таки до 60% посетителя. А следующее, что я хочу вам предложить. Что я вам хочу показать. Это не онлайн сервис, это расширение. Так называемый плагин, который ставится к вашему браузеру, прилепляется. И получается сверху вот такой вот Яндекс, как Яндекс.Бар, страничка с вашими данными. Ну, что ж, давайте я вам покажу, как эта штука работает. Называется это RDS.Бар и выглядит он вот таким вот образом. Сейчас я его подключаю. Вот, вы можете наблюдать. Я включил его. И смотрите, побежали у нас, пошли циферки. Циферки, циферки. Это самое то, что нам главное при оптимизации, при подборе сайтов. Когда мы будем находиться в поиске, нам этот плагин очень сократит работу, время. Самое главное у оптимизатора, это, пожалуй, время. Смотрим, да, вот чем хорош этот плагинчик. Мы анализируем и этим же плагином сайт автора. Смотрим, в индексе у нас 448. Страничек популярности данного сайта 20. Пейджранг такой странички 2. В DMS каталоге он не описан. Возраст. Он тут, ну, необходимо авторизоваться, пишет. Ну, и дальше тут не совсем интересные нам данные. Немного непонятные. Но здесь есть такая вот кнопочка классненькая. Нажимаем на нее и получаем полный анализ вашего сайта. Открывается вот такая вот табличка, штука классная. Где мы здесь все можем уже проанализировать. Кстати, тут, смотрите, можно даже видеть по картинкам, сколько ваших картинок анализировано. Здесь еще идет построение. Смотрите, циферки еще строятся. Он дает запросики. И получает ответики. Смотрите, в Яндексе картинок нет. На Гугле ждем 40 картинок. Значит, все-таки, видите, Google к картинкам-то лояльнее относится. Соответственно, и трафик с Google картинок ожидать стоит больше лучший. Но не стоит пренебрегать картинками. Необходимо делать описание, напоминаю вам, с ключевыми словами. Одним словом, просто рекомендую, если для оптимизации, для продвижения вашего сайта, вы просто не можете обойтись без данного бара. Данный бар можно поставить не только на Firefox, как у меня тут стоит. Его можно также втулить и засунуть на Chrome. Сейчас я вам покажу на примере Chrome, когда вы установите его к себе на Google Chrome. А Google Chrome, для тех, кто не знает, это такой браузер от Google. Работает очень быстро, очень классно. Но я его, честно говоря, не очень долюбливаю, но пользуюсь иногда. Вот здесь вот получится рядышком с адресной строчкой, такая кнопочка, при нажатии на которую вы получите все необходимые данные про ваш сайт. Очень классно, очень здорово. При наведении сюда на какое-то слово, вам будет, например, высвечиваться подсказочка, что это такое и для чего это такое нужно. Я думаю, поняли, да? Ссылочки внизу, как скачать и где найти данное расширение, вы найдете внизу урока. Для Firefox установить данное расширение. Вот откройте страничку, нажмете кнопочку добавить. И там, согласно подсказочкам, установите данное расширение. И у вас вылезет вот такой вот, как у меня сейчас наверху, Яндекс.Бар. И для Google Chrome его скачать можно будет вот на этой страничке. Для этого опуститесь вот сюда вниз, найдете кнопочку установить RDS.Бар. Нажмете на нее и также дождетесь, пока он установится к вашему Google Chrome. Давайте я вам покажу еще одно классное расширение, которое устанавливается в виде Бара. Называется оно SeoQuake. Сейчас я его запускаю. Выглядит оно вот таким вот образом. Чем данное расширение немножко лучше, чем RDS.Бар? Оно классно тем, что оно прямо в поиске может показывать все необходимые вам данные про те сайты, которые уже показывает вам поиск. Давайте что-нибудь поищем в поиске. Предлагаю поискать со словом рыбалка. Рыбалка, карася. Поехали. Сейчас вы наглядно увидите, как работает данное расширение. И вы видите, как под каждым сайтом идет построение. Строится определенная табличка. Сейчас я включу маркер и покажу вам об виду, про что я вам говорю. Смотрите, строится вот такая вот табличка. Так. И в этой табличке мы видим сразу уже анализы нашего сайта. PageRank данной страницы. Ну, здесь еще загрузка идет. Так. Здесь, например, вот тоже PageRank равен нулю. Так. Заметьте. Яндекс пессимизирует гугловские сайты. Так. Сейчас мы пойдем на гугл, подследим с этим же словом, что там происходит. Вы поняли, да? Вот выводится под каждым сайтиком его данные. Но, к сожалению, там на Яндекс маленькие данные выводятся. С помощью этого плагинчика трудно будет отследить этих сайтов. Предлагаю опуститься здесь в самый низ и пойти посмотреть, как будет выдавать гугл по релевантности такие же запросы. Гугл у нас все-таки более продвинутый поисковик. Буржуйский все-таки. Он будет стараться продвигать с высоким PageRank страницы у себя в выдаче. Ну, вот о чем я вам говорю. Смотрим. То же самое, что было на Яндексе, он пессимизировал, да? Здесь мы видим, вот сюда вот смотрим, в это вот окошечко, да? Гугл ссылаясь на вот этот вот сайтик, у этого сайтика PageRank равен 4. Пускаемся и смотрим, что нам предлагает Гугл. PageRank 0, PageRank 2, PageRank 3. Это очень удобно и классно, поверьте. Таким образом вы сможете искать сайты, на которых вы хотите продвигать, например, по Гуглу. Очень замечательно подойдет. Но, как правило, те сайты, которые уже продвигаются по Гуглу, они имеют популярность и на Яндексе. Давайте перейдем, посмотрим, как там карась ловится. А в этот момент я просто отключу данный плагинчик SeoQuake и включу сейчас RDSBar. И мы подгрузим этот сайт и получим статистику из RDSBara, более подробную, которую нам нужно. По Яндексу. Посмотрим его цитируемость. Ну, пока он грузится с моим соединением плохим 3G. А так, ну, давайте просмотрим вторую, третью страницу пока на Гугле. Пока у нас там идет подгрузка. Посмотрим на тот сайт, который выдавал Гугл выдачи на первом месте. У которого, как вы помните, был высокий PageRank. А в итоге, смотрите, меня Гугл привел на YouTube, где идет, подгружается видео с рассказом о том, как ловить карася. И если ваш, например, сайт будет посвящен рыбалке, то здесь вы можете, смотрите, такая штука классная есть, ответить на вот это видео. Вы здесь можете оставить свой комментарий и замаскировать свою ссылочку на ваш сайт. К сожалению, здесь не получится гиперссылочку поставить. Но не столь важно, вы получите все равно с сайта. Смотрите, у него тиц 64 тысячи с этой страницы идет. PageRank здесь 9 на главной странице у YouTube. Я думаю, здесь стоит, например, откомментировать это видео и воткнуть ссылочку, например, посмотрите, как я ловлю рыбку там на своем сайте. И вот таким образом вы получите тематическую ссылочку с сайта. Посещаемость, смотрите, это видео просматривает очень-очень многие люди. На этом, я думаю, мы будем закругляться и заканчивать данный урок о перечне необходимых сервисов. Напомню, все необходимые ссылки на данные сервисы и на плагины по установке вы можете найти внизу данного видео. Теперь с легкостью сможете анализировать все свои сайты при необходимости, делать правильные выводы и пытаться улучшить, оптимизировать ваши сайты и продвинуть их в поисковых системах. Продолжение следует...